Какие страны первыми выйдут из режима карантина? Коронавирус продолжает оставаться самым пугающим явлением в мире. Однако в странах Запада ситуация с эпидемией начинает стабилизироваться. Европа и США постепенно начинают выходить из режима изоляции. США. Карантин будет сниматься в каждом штате в разное время. Президент США Дональд Трамп в ночь на 19 апреля на брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу сообщил, что с 20 апреля начинают работу предприятия в штатах Техас и Вермонт, а Монтана начнет плавное снятие ограничений с 24 апреля. В штатах Огайо, Северная Дакота и Айдаха готовятся отменять карантинные мероприятия с 1 мая. С 19 апреля начинает смягчаться карантинный режим в Израиле. Об этом объявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху. С этого дня в стране начинают работать предприятия. Возобновит работу общественный транспорт. Откроются магазины, торгующие электроникой, товарами для дома, книгами. Будет разрешено проводить совместные богослужения на открытом воздухе. Турция надеется окончательно подавить эпидемию уже в ближайшее время. Министр культуры и туризма Турции Мехмед Нури Эрсой считает, что перелом в пандемии коронавируса в Турции наступит к концу апреля. Это позволит уже в конце мая нормализовать ситуацию и начать движение во внутреннем туризме. По мнению чиновника, первыми из зарубежных туристов в Турцию приедут жители Азии. В Швейцарии запланированы три этапа выхода из карантина. Первые ограничения начнут снимать с 27 апреля. Тогда будут открыты парикмахерские и врачебные кабинеты, а в больницах возобновится проведение хирургических операций. Начнут работу врачебные кабинеты, парикмахерские и массажные салоны, салоны красоты. Возобновят работу магазины, торгующие инструментами, садовым инвентарем, саженцами и цветами. На втором этапе с 11 мая начнется обучение в школах. Откроются все остальные магазины. На третьем этапе с 8 июня возобновится очное обучение в профессионально-технических училищах и вузах. Будут открыты музеи, зоопарки и библиотеки. Чехия также обнародовала график перехода к обычной жизни. С 20 апреля открываются рынки, автосалоны, снимается запрет на проведение свадеб, правда пока с небольшим количеством гостей. С 27 апреля должны начать работу магазины площадью до 200 квадратных метров. В конце мая начнут работать кафе и рестораны, однако принимать гостей они смогут только на открытых верандах. И, наконец, 8 июня откроются крупные торговые центры, музеи, театры. Снимаются все ограничения на работу ресторанов и кафе. В конце июня Чехия будет жить в обычном режиме. В Германии тоже началась нормализация. По мнению главы немецкого института вирусологии Кристиана Дростена, дела идут относительно хорошо. Со следующей недели в этой стране открываются книжные магазины и другие торговые точки площадью до 800 квадратных метров. С 4 мая открываются парикмахерские, начинается обучение в школах. Канцлер ФРГ Ангела Меркель благоразумно не спешит анонсировать следующие шаги. Но можно быть уверенным, что страна встала на путь нормализации жизни. Пандемическое безумие подходит к концу. Уже становится понятно, какие страны первыми вернутся к нормальному образу жизни. После окончания изоляции в странах Запада откроются широкие возможности для тех иммигрантов, кто готов работать и зарабатывать. Подумайте о своей иммиграции заранее и воспользуйтесь помощью наших экспертов-партнеров в Евросоюзе и США. Пишите, звоните. Мы будем рады вам помочь.